Услуг в регионах, то именно диалог и личное общение, оно помогает повысить тот уровень доверия, который сейчас является основным для представителей малого и среднего предпринимательства при выборе финансовых институтов, инструментов и услуг. И да, сегодня было безумно интересно слушать билиз-опрос экспертов по тому, что нас ждет в 2015 году. Ну, настроение у малого и среднего бизнеса, как вы, наверное, чувствуете по тем предприятиям, которым являетесь клиентами, оно немножечко другое, немножечко другое, я бы даже сказала противоположное. Вот эти безумные ставки 25% плюс и полная невозможность получить кредит на каких-то адекватных условиях, они, конечно, крайне расстраивают, и если бы вот сюда пригласили каких-то из наших предпринимателей, которые активно выступают на наших встречах банкиров и представителей бизнеса, то вот первое слово «эмоции» в названии вашей конференции, оно бы стало ключевым. Ну, действительно, такая ситуация непростая. Но я хочу сказать, что это не единственный, не первый и не последний кризис в стране для малого и среднего предпринимательства. И можно даже так с некоторой потравкой сказать, что люди уже к этому привыкли, и так или иначе этот период пройдет, но уже теперь на основании прошлого опыта мы можем делать какие-то прогнозы, как себя вести в этот период, чего ждать в ближайшее время, и как нам вместе максимально эффективно стабилизировать ситуацию. Да, еще один момент, который вот хотелось бы прокомментировать по итогам пленарной сессии, это то, что касается развития. Вот где взять потребителей, новых потребителей, клиентов в новом году, ну, вот в такой сложной экономической ситуации? Мы считаем, что единственный вариант – это совместное развитие. То есть говорить о том, что где-то есть представители этого малого и среднего бизнеса, которые еще не охвачены нашими маркетинговыми инструментами, ну, немножечко никто. Правильная ситуация в том, что есть много людей, которые занимались бизнесом, хотели бы заниматься бизнесом, хотели бы заниматься, но пока нелегально, хотели бы заниматься легально, но у них нет денег для развития. И общая задача государства, общественной организации, будь то опоры России или любая другая, банк,